Олимпийское будущее нашей страны это одна из самых важных и актуальных тем. Это программа Актуальный разговор в студии Александр Фельдман. Здравствуйте! Сегодня поддержать мой разговор пришел директор Казанского училища Олимпийского резерва Фарид Ахмадуллин. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо вам огромное, что согласились принять участие в программе. К тому же тема спорта не чужда ни одному человеку, живущему на этой планете. Потому что он как минимум либо занимается, либо занимался, либо планирует заниматься каким-либо видом спорта. Поэтому и спорт в принципе всегда был символом и не только силы, выносливости и какого-то там может быть достоинства, но и в первую очередь мира как такового. Именно поэтому были придуманы Олимпийские игры, во время которых прекращались абсолютно все войны. Поэтому вот один из самых главных, ну я не знаю, стягов или знамен, которые вы несете, это школа Олимпийского резерва. Готовите наших будущих чемпионов. В связи с этим у меня вопрос. Первое. Небольшая, может быть, краткая история вашего училища непосредственно. То есть когда и как образовалось, сколько существует и на данный момент какие основные такие успехи или гордости может быть. Спасибо за вопрос, Александр. Я хотел бы поправить, мы все-таки не школа Олимпийского резерва, а мы являемся училищем Олимпийского резерва. Казанское училище Олимпийского резерва было основано постановлением правительства Республики Татарстан в 2013 году. Оно было построено на бывшем здании интерната, бывшем здании интерната на остановке Телевышка Кировского района. И как бы существовало уже в этом новом здании, вот уже на протяжении многих лет оно так и находится там. Но к нашей универсиаде в городе Казани были построены ряд объектов. И благодаря вот именно этой универсиаде у нас появился свой собственный спортивный объект. Это спортивный комплекс Олимпийц в поселке Залесном. И сейчас в данный момент и проходит основная подготовка спортсменов нашего училища. Какие-то самые основные гордости или достижения за вот этот небольшой промежуток времени? То есть в 2013 год, вы сказали, фактически один год прошел. То есть чего удалось добиться в первую очередь? Ну, у нас очень много хороших, замечательных спортивных результатов. У наших воспитанников является членами сборной команды России. И я хотел бы вам еще раз напомнить об одной вещи, что основным критерием для училища Олимпийского зерна является подготовка спортивного зерна в сборную команды Республики Татарстан. И основная задача сборной команды Российской Федерации это основного и переменного состава. Ну, то есть речь не идет о том, что люди просто собрались позаниматься физкультурой, чтобы в дальнейшем как-то там быть здоровым. Да, это очень специфическое учебное заведение, поскольку здесь оно, конечно, является и образовательным. Но в первую очередь основной акцент здесь делается на спорт. Поэтому и само расписание занятий нашего училища, оно создано для того, чтобы максимально привлечь детей, дать им большие возможности заниматься именно спортом. И график нашей работы построен так. Утренние тренировки у нас идут до обеда, после обеда у нас дети обедают, и после обеда садятся за учебный процесс. И после учебного процесса в вечерний период идет вторая тренировка. Поэтому максимально все сконцентрировано именно в занятии спортом. У них фактически нет вообще свободного времени, чтобы вдохнуть? Будем считать, что практически нет. Но с другой стороны, они уже выбрали один из самых благородных видов, мне кажется, деятельности человека, все-таки спорт. К нам в училище поступают дети очень одаренные. Специфика отбора в училище, она тоже своеобразная. Минимум иметь спортивный разряд, это первый взрослый спортивный разряд. С прошлого года введены новые образовательные стандарты, где учащиеся первого курса техникума должен быть не ниже кандидата мастера спорта Российской Федерации. То есть условия, по большому счету, довольно-таки серьезные для того, чтобы к вам... Да, здесь у нас училище, да. Не просто так. А есть ли конкурс? Я имею в виду, вот как обычно говорят, столько-то человек на место, то есть конкретно к вам. Или же вы не квотированы каким-то определенным количеством людей? Нет, у нас, конечно, есть регламент. Мы максимальное количество обучающихся государственных заданий предусмотрено на 240 человек. В пределах этого объема мы и занимаемся отбором детей. Отбором детей занимаются наши тренера ведущие. У нас достаточно очень квалифицированные тренеры. У нас 4 заслуженные тренеры Российской Федерации. У нас одним из ведущих тренеров является Колесников Николай Алексеевич. Это олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, будем говорить так, ведущее наше отделение, поскольку все 100% детей являются членом сборной команды России по разным возрастным категориям. У нас наши выпускники, наши училища являются Хомяков, он является чемпионом Европы, хотя он 95-го года рождения. Акулов, он 94-го года является бронзовым призером чемпионата мира и, соответственно, является чемпионом победителями первенства мира среди молодежи. Нам действительно есть чем гордиться. У нас также есть, мы гордимся этим, на прошлой зимней паралимпийских играх учащийся нашего училища Милигунов Рушан завоевал 2 золотые медали и 1 серебряную на полыжном гонке среди лиц с ограниченным движением. А вот для людей с ограниченными возможностями, в частности, у вас предусмотрены тоже занятия? То есть есть какой-то определенный класс? Нет, у нас есть отделение, тренера есть... У нас нет как такового отделения именно для паралимпийских видов спорта. У нас просто есть виды спорта, где тренера присматривают детей, отдаленных в данном виде спорта. Если условия, условно говоря, это не колясочник или что-то, условия позволяет, опорник, допустим, позволяет заниматься спортом и достигать каких-то высших достижений, то мы этих детей привлекаем. Мой следующий вопрос будет посвящен как-то маленьким военным хитростям. То есть есть ли какая-то методика, какая-то специфика? Я понимаю, что тренеры где-то на соревнованиях определяют, высматривают. Но есть ли какие-то особенности, которые позволяют вам найти вот прямо будущего чемпиона? Может быть, какой-то рецепт? Нет, как таковых рецептов нет. Все-таки основной задачей нашего тренерского коллектива является подбор будущих олимпийцев, будущих членов сборной команды России, именно талантливых молодежи, талантливых детей. Для этого наши тренеры просматривают многие детей на республиканских, международных, всероссийских соревнованиях. После чего, соответственно, делают определенные предложения. У нас развиваются только исключительно олимпийские виды спорта, базовые, поскольку мы являемся учащим олимпийского резерва. Поэтому в училище существует 20 отделений видов спорта. Я их не буду перечислять. 20? 20 отделений видов спорта. Да, у нас очень большое разнообразие, поскольку мы небольшой контингент детей берем, но зато тех детей, которые действительно реально могут в будущем показать очень высокий спортивный результат. А вот в эти 20 входят и летние, и зимние виды спорта? Или же какая-то одна специальность? Ну, в основной своей массе, да, у нас это, получается, летние виды спорта. У нас есть и зимние виды спорта, это такие, как конькобежный спорт, это лыжные гонки. Больше у нас летних, зимних видов спорта нет. Керлинга нет? Керлинга, к сожалению, нет, хотя это олимпийский вид спорта. Более того, по возрасту ограничений практически нет. Практически нет, да. Но керлинг – это молодой вид спорта, который развивается у нас в республике. Он пока еще только делает первые шаги, и поэтому нет такого контингента детей, которые еще как бы досели таких высоких результатов. Но я думаю, что в ближайшее время, может быть, мы и будем развивать этот вид спорта. А олимпийские виды спорта, они ведь фактически включаются в программу в зависимости от некой популярности во всем мире. Правильно я понимаю? То есть, либо их включать, либо… А были ли факты исключения какого-то? То есть, вот был вид спорта, а потом раз его не стало. Был такой вообще… Я просто не знаю историю олимпийских видов. Я практически тоже не помню, что какие-то виды спорта из олимпийских видов. Уходи. Ну, то, что добавляется. То, что добавляется однозначно, да. Но были попытки, там, предложения исключить. Допустим, было очень много толкования об исключении, допустим, греко-римской борьбы из олимпийской программы. Но я считаю, что это совершенно неправильное решение, поскольку это один из древнейших видов спорта, который существовал очень в древнем Риме. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос, по-моему, снят уже, и как бы греко-римская борьба остается олимпийским видом. Ну, прекрасно. Я хочу перейти вот к какому вопросу? К вопросу роли все-таки родителей во всей этой истории. В жизни, ну, понятно, в жизни детей они играют большую, огромную роль. Но как только ребенок избирает свой путь в спорте, или родители ему помогают в этом, в основном, может быть, родители помогают избрать дорогу в спорт непосредственно, но на этом их участие, я так понимаю, не заканчивается. Как у вас складываются отношения? Бывает иногда сложно, или наоборот, они очень помогают. Какова вот роль все-таки, влияние именно родителей? После зачисления ребенка в училище Олимпийского резерва, мы на всех собраниях периодически постоянно собираем родителей, и всем родителям говорим о том, что вы передали своего ребенка в училище в наши руки. Но на этом ваша миссия не заканчивается, поскольку нужно совместно следить за ребенком, за его психологическими изменениями, там, какими-то функциональными, физиологическими изменениями. Где-то дети могут скрыть от нас, где-то могут скрыть своим родителям. Поэтому мы работаем в полном контакте с родителями. И в первую очередь, конечно, родители приводят своих детей в секции, они, в первую очередь, видят своих детей, своих чат будущими олимпийцами, будущими чемпионами, будущими спортсменами. Потому что и родительские факторы, это в первую очередь, и они должны привить ребенку в раннем детстве любовь к занятиям физической культуры и спорта. Ну вот, я, конечно, понимаю о том, что родители, получается... Я просто хочу понять, в большей степени родители самостоятельно принимают решение отдать ребенка, или все-таки есть влияние со стороны тренера. Вот тренер увидел где-то на соревнованиях, и все, и вот он родителям говорит, миленький, отдайте его срочно, это же чемпион. Да, я с вами полностью согласен. Ведь в первую очередь результат приносит его величество тренер. Тренер должен увидеть в ребенке те качества, которые он в нем видит, и те качества его способностей, которые он может в дальнейшем в нем развить. Я вам расскажу маленький пример. К нам училища Олимпийского резерва, вот наш замечательный тренер Николай Алексеевич Колесников привел девочку второго спортивного разряда по боксу. И говорит, давайте мы его зачислим училища Олимпийского резерва. Я ему говорю, мы не можем зачистить, она спортсменка второго разряда. У нас отделение бокса, вы ее берете на отделение тяжелой атлетики. Он говорит, поверьте мне, эта девочка очень талантливая, очень способная. Она еще даст всем. Он мне пообещал, что он в ближайшее время выполнит все нормативы необходимые для обучения. Эта девочка через год выполнила звание разряд, не кандидат в мастер спорта, она через год выполнила звание разряд в мастер спорта России. А этим летом она стала победителем первенства мира по тяжелой атлетике, выполнил сломатив в мастер спорта международного класса. Но эта девочка через год ушла в набережные Челны, поскольку тренер ее из набережных Челнов присмотрел, уговорил. Вот я еще раз говорю, весь результат решает его величество тренер. Я еще раз хочу подчеркнуть, что именно он увидел в ней какие-то качества, какие-то черты, и эти черты развил. И поэтому родители имеют большое значение. Иногда даже родители вмешаются в процесс своих детей, может быть, немножко неправильно. Мы же знаем тенденцию нашего современного бытия. Все наши родители хотят видеть детей именно хоккеистами, футболистами, баскетболистами, чтобы дети потом, в будущее, попав в команды мастеров премьер-лиги, высшей лиги, зарабатывали. Причем убеждены, что они гениально заслуживают. Заслуживают. Каждый родитель видит в своем ребенке. Это и правильно. Нам очень сложно, приходится объяснять. У нас бывают случаи, когда ребенок стал более халатно относиться к тренировочным процессам, выполняет учебно-спортивные требования, предъявляемые ему тренером, условно говоря, и нашим педагогическим коллективом. У нас есть такие случаи, когда мы с этими детьми просто прощаемся. И когда начинаем объяснять родителям вот так, 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 многие родители начинают на нас обижаться, конечно. Потому что каждый родитель, еще раз говорю, видит в своем ребенке именно талантливый. Они нам начинают объяснять, что он хочет, что он может, что он такой талантливый. Но вот, я еще раз повторяю, весь результат дает тренер. И тренер должен вот именно дать и увидеть те задатки, которые в этом, и развить эти задатки в этом ребенке. Ну что ж, мы прервемся на непродолжительную паузу. Обязательно вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу программу. Актуальный разговор и тема, еще раз напомню для всех телезрителей, это Олимпийский резерв нашей страны, нашей республики, ну и города Казани, конечно же, в первую очередь. Итак, Казанское училище Олимпийского резерва. Мы уже с вами немножечко поговорили о родителях. Я бы хотел понять, каково количество аналогичных учебных заведений в нашей стране в целом. Ну и может быть по сравнению с каким-то зарубежным, может каким-то Китаем, который все время пытаемся догнать, перегнать и обогнать именно. Да, собственно говоря, весь мир пытается обогнать. На сегодняшний день в Российской Федерации 58 училища Олимпийского резерва. Один из них федеральных училищ Олимпийского резерва, который курьирует само Министерство и спорта Российской Федерации. А остальные училища являются республиканскими. То есть содержатся за счет бюджета местных органов. Так же, как и наше училище Олимпийского резерва в Казани, оно является республиканским училищем. То есть всероссийских всего 11? Всероссийских всего 11. Федеральных всего 11, остальные все республиканские. Много это или мало, если взять пример, в Китае на сегодняшний день более 600 училищ Олимпийского резерва, и обучается в этих училищах Олимпийского резерва более 600 тысяч спортсменов. К примеру сказать, что каждое училище практически находится более 1000 спортсменов. Они очень хорошо обеспечены спортивными объектами, они практически все являются закрытого типа. Дети полностью находятся в изолированном состоянии, занимаются исключительно спортом и обучением. У них практически ограничена даже связь с внешним миром. Я хотел бы задать вопрос, 58, много это или мало, потому что я не специалист, не разбираюсь, а после того, как вы назвали цифру в Китае, то автоматически мне сразу приходит на ум известная фраза, что вся страна у нас умеет играть в футбол, и только 11 человек ничего не могут сделать с этим мячом. Я к вопросу о том, что ведь это катастрофически малое количество учебных заведений подобного толка для того, чтобы для нашей страны, для огромной страны, для тех амбиций, которые мы преследуем, собственно говоря, мало-мало таких учебных заведений. Я думаю, что, наверное, этот вопрос больше не ко мне, это вопрос к правительству Российской Федерации и Минспорта России. Но мое мнение, что в принципе этого вполне достаточно, поскольку все-таки это очень затратное учреждение. Мы ведь кроме всего того, что тренировочный процесс, организуем процесс питания, мы организуем процесс медико-биологического обследования, сопровождения этих детей. То есть у нас дети два раза в год проходят углубленный медицинский осмотр. То есть мы следим и за учебным процессом детей, которые должны также успевать, ведь они на сегодняшний день спортсмены, завтра они выйдут из стены. И это ведь не просто какие-то прививки, это наука? Это целая наука, да. Мы отслеживаем там. Тренера постоянно получают рекомендации от медицинских наших врачей и спортивных, которые дают рекомендации понизить нагрузку, повысить нагрузку, дать отдохнуть ребенку. То есть этот процесс, он такой очень сложный. И я думаю, что, наверное, может быть и мало, но на сегодняшний день задача сборной команды России, она пополняется учащими училищами Олимпийского резерва, свои задачи они выполняют. Может быть перспективе и будет больше количества. Может быть другие формы какие-то появятся, там более упрощенные, там спортивные интернаты, или спортивные классы, забытые, когда у нас были в свое время в Советском Союзе. Но на сегодняшний день, что имеем, то и имеем. Хорошо, к ресурсной базе, непосредственно к вашему училищу хотелось бы перейти. Дело в том, что не секрет, что универсиада ставила очень большое, сильное наследие, непосредственно для не только города Казани, для всей республики Татарстан. И в частности, ваше училище, оно насколько активно и плотно использует площадки, те, которые существуют сегодня в городе? Понятно. Ну, практически все объекты универсиады задействованы учащимисями нашего училища Олимпийского резерва. Поскольку 20 видов спорта, мы имеем свой спортивный объект, спортивный комплекс Олимпийц, где у нас 7 залов. То есть, у нас игровой зал, где тренируется отделение волейбола, баскетбола. Это наши дублеры «Динамо Казань», девочки, «Зенит Казань», юноши. Но вы не только на базе Олимпийца, вы еще и все равно по городу. Мы находимся на всех объектах. У нас грибцы занимаются на центре грибных видов спорта. Батерполисты, они на объектах бассейнов универсиады. Прогуны в воду. Мы открыли новое отделение как два года уже. У нас есть очень перспективные спортсмены. Шлехер, который является членом сборной команды России. Мы надеемся, если все будет хорошо, не буду загадывать вперед, мы, может, увидим его на летнем чемпионате мира по водной виду спорта здесь, в Казани. Прекрасно. А легкая атлетика? Легкая атлетика также. Стадион как-то активно тоже занимается? Да, наши дети занимаются на центральном стадионе. Также отделение легкой атлетики в Манежево зимний период, когда футбольное поле покрыто снегом. Так что все объекты, которые построены в городе Казани, вы знаете, это очень замечательно вообще. Универсиада, спасибо президенту нашей республики, правительству, которые все-таки пробили этот вопрос. Мы просто не понимаем пока еще, в перспективе, что нас ожидает. Да, нас ожидает очень большие спортивные результаты, потому что все эти объекты, они сейчас задействованы. Многие объекты переданы учебным заведением, высшим учебным заведением, где занимаются студенты. Ведь на Западе, допустим, в Америке очень сильно развит студенческий спорт. Мы это тоже скоро увидим. Именно по этой причине весь мир ахнул, когда абсолютно на безвозмездной основе не бизнесу отдали все эти объекты, а отдали учебным заведениям и школам, которые воспитывают. На многих этих объектах уже открываются новые детские и юношеские спортивные школы. Поэтому поток детей увеличивается с каждым днем. И рано или поздно он даст свои плоды, он даст свои результаты. Я думаю, что не так просто готовить спортсменов очень высокого уровня. Это очень долгосрочный такой, длительный процесс. Но сама массовость, вы уже можете видеть и замечать, что в Казани все-таки очень популярно становится занятие физической культуры и спорта. И это дает толчок, и он еще даст свои плоды в ближайшем будущем. Вот все эти объекты, в них имеют доступ и простые люди. Это факт, причем неоспоримо. Любой человек может прийти в буревестник, в бассейн, поплавать, если захочет. И на Казань-арена может прийти, если, собственно говоря, организовано какое-то мероприятие или секция, или что-то происходит. Да практически волейбольный, на все объекты есть доступ простых людей. Как вы умудряетесь составлять расписание, чтобы вот не пересекаться? То есть хватает ли вам времени использования этих прекрасных площадей, в частности? Ну не площадей, а я сейчас про оборудование говорю. Я считаю, в принципе, нам хватает, поскольку мы расписание строим таким образом. Но, как правило, есть такое понятие, заполнение залов. Наши спортсмены все занимаются в первой половине дня. Это первая дневная тренировка. Но в этот период, как правило, весь контингент населения... Либо работает, либо учится. Либо работает, либо учится. Поэтому у нас с этим проблем нет. Вторая тренировка немножко посложнее. Она проходит у нас в вечернее время. Но вот наш спортивный комплекс «Олимпиец», да, он у нас занимается... У нас очень много открытых секций для детских, там, секции художественной, гимнастики. У нас тоже доступ есть. У нас есть мини-футбольные секции, у нас есть тренажерный зал, у нас есть секции бокса. Мы привлекаем, мы даем возможность нашим тренерам открывать эти отделения и смотреть на будущее, готовить себе самим будущих спортсменов, которые будут учиться в нашем училище. Но сама специфика учебно-тренировочная, конечно, не так сильно позволяет. Мы ограничены, потому что у нас основная задача – это подготовка спортивного резерва, а не заниматься коммерческой деятельностью или там оздоровлением населения. Скажите, в вашем училище непосредственно больше всего иногородних ребят или же все-таки сосредоточено внимание внутри, скажем так, города, потому что называется «Казанское училище». Я понял. Вот когда «Казанское училище Олимпийского резерва» открывалось в 2007 году, основным контингентом обучающих все-таки были жители города Казани, дети и спортсмены из города Казани. Вот в последнее время тенденция такова, что приоритет все-таки большее количество детей – это иногородних. Это как раз я говорю о том факте, что во многих городах нашей республики, районах нашей республики построены большие спортивные комплексы. Там ледовые дворцы, стадионы, спортивные комплексы. И вот оно уже дает свои плоды. И практически у нас сейчас на сегодняшний день практически 70% континента обучающихся – это иногородние жители нашей республики, но и других районов, прилегающих к республике Торстан. Не может не радовать, потому что человек, который из глубинки, где ничего никогда не было и не существует, вдруг имеет возможность стать не просто частью большого города, но и стать еще олимпийским чемпионом. Большое спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в программе, нашли время, пришли. Я благодарю вас от души и хочу пожелать, в первую очередь, вашему училищу только процветания и олимпийских побед. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Ну что ж, дорогие друзья, хочу напомнить о том, что спорт в жизни каждого человека – это крайне важный аспект его жизнедеятельности. Это программа «Актуальный разговор». В студии был Александр Фельдман. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин